Здравствуйте, я Гульнас, преподаватель шитья. В предыдущем выпуске я показывала, как скроить и сшить идеальные худи. И в процессе работы рассказывала о некоторых тонкостях ВТО, то есть работы с утюгом. Вы в комментариях спрашивали, каким утюгом я пользуюсь, и просили рассказать о нем подробнее. На самом деле это не просто утюг, а утюг с парогенератором от бренда MIA. Модель называется Ассистенты Ди Вапора. Этот утюг из категории бытовых, однако по мощности он превосходит даже некоторые модели полупрофессиональных парогенераторов. Почему я сделала выбор в пользу бытового парогенератора? Все просто. Сейчас я работаю и шью исключительно дома. Я думаю, многие из вас в последнее время перешли на такой формат. Так вот, в домашних условиях мне необходимо, чтобы все было максимально мобильным. Чтобы я с легкостью могла перенести машинку, утюг, доску, все необходимые инструменты, поработать и унести все обратно. Поэтому история с тяжелыми промышленными машинками, с промышленным парогенератором мне пока не подходит. Все это занимает большую часть комнаты и вообще, на мой взгляд, требует целой мастерской. Я думаю, многие из моих зрителей сейчас шьют одежду примерно в таких же условиях, но при этом хотят, чтобы результат получался качественным. Все-таки ВТО – это тоже залог качественного изделия. Вес этого утюга с парогенератором чуть больше 4 кг. То есть перенести с одного места на другое очень легко. Как вы поняли, это актуально для меня. Что касается самого устройства, то система состоит из утюга, съемного резервуара для воды и парогенератора – бойлера, в котором происходит парообразование. Что касается утюга, то его отличительная особенность – это легкий вес – меньше 1 кг. Как правило, в профессиональных парогенераторах утюг достаточно тяжелый. Это нужно для того, чтобы хорошенько отстаивать, фиксировать детали. Однако с этим утюгом у меня не возникало проблем. Я при необходимости просто прижимаю плотнее утюг в ткани, обдаю паром, и мощный пар делает свое дело. Плюсом такого утюга с маленьким весом является то, что вы можете отпаривать изделие вертикально, и рука при этом не устает. С тяжелым утюгом от парогенератора это сделать достаточно сложно. Да, кстати, у этой модели парогенератора есть функция вертикального отпаривания, поэтому вы можете проводить финальное ВТО, отпаривание утюжку изделия на манекене либо на вешалке. Также можно отпаривать какие-то сложные изделия, для утюжки которых могут потребоваться какие-либо специальные колодки или подушечки. Ну или самое банальное, можно отпаривать шторы. Еще у утюга кнопка подачи пары находится прямо над пальцами в анатомически очень удобном положении. Не нужно как-то тянуть большой палец для того, чтобы подать пару. Все очень просто и интуитивно. А еще сверху утюга есть кнопка для переключения в режим постоянной подачи пара. Это очень удобно также при вертикальном отпаривании. Вам не нужно каждый раз зажимать курок, вы просто переключаете режим, и вам остается только вводить утюг. На самом деле, когда вы переключаете режим, этот курок просто автоматически зажимается. Также у утюга на корпусе есть регулятор режима температуры. И в процессе работы, если вам нужно поставить утюг, то можно расположить его прямо на верхней части парогенератора. Здесь прорезиненная поверхность. Либо можно на гладильной доске на термостойком резиновом коврике. А еще можно просто поставить вертикально. Как правило, в парогенераторах утюг вертикально не устанавливается, а здесь это предусмотрено. Кстати, говоря о коврике, он шел в комплекте вместе с парогенератором. А еще в комплекте был антикальционный фильтр сменный. Он защищает от образования накипи. И мерный стаканчик для дозаливки воды в резервуар. Еще в комплекте шла сумка. В ней очень удобно переносить парогенератор с места на место. Дополнительно я купила термостойкую варежку. И с ней очень удобно работать, когда вы отпариваете изделие вертикально. Можно держать изделие и не бояться обжечься. Ну и раз начали говорить про резервуар для воды, он достаточно большой, на 1 литр. И этого количества воды хватает примерно на полчаса непрерывной работы с паром. Это очень много. Но дозаправить вам ничто не мешает. Прямо в процессе работы, не выключая парогенератор, вы можете долить воду и продолжить работу. Это очень классная опция, поскольку в профессиональных парогенераторах, если вода закончилась, необходимо выключить парогенератор, затем дождаться, пока он остынет, затем открыть крышку, залить воду и немалое время ждать, пока вода нагреется. Поскольку это парогенератор, он тоже нагревается чуть дольше обычного утюга, но ненамного. Давайте подключим его. Вся система будет готова к работе примерно через 2-3 минуты. Сейчас утюг нагревается, и вы можете услышать вибрирующий звук. Это происходит подкачка воды из резервуара в бойлер. И в бойлере происходит процесс парообразования. Также одновременно нагревается утюг. На панели парогенератора перестанет мигать индикатор готовности пара. Это будет означать, что парогенератор тоже готов к работе. На панели еще расположена кнопка регулировки мощности пара. Она есть в трех режимах. Индикатор готовности пара перестал мигать, а значит, готов к работе. Я включаю максимальную мощность пара и попробую поутюжить свой вилетовый жакет. Его достаточно сложно разгладить. Кстати, здесь очень комфортной длины электрический шнур 2 метра и достаточно длинный паровой шланг около 160 сантиметров. Рукава можно отпарить вертикально. Это очень удобно, если нет специальной рукавной колодки. Вот и все. Вроде я рассказала обо всем, что важно для меня в работе. Думаю, вы обращаете внимание на те же моменты. На мой взгляд, это отличный парогенератор, если вы шьете дома. Но и для мастерской тоже прекрасный вариант. Если вы думаете о покупке парогенератора, как у меня, либо другой модели, то используйте промокод BISPOLKET. Он даст вам скидку в 1000 рублей в магазине MIA. В описании к видео я оставлю ссылку на свой парогенератор и промокод на скидку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли вам интересен такой формат видеообзора. Если да, то о чем вы хотели бы еще узнать? Благодарю вас за просмотр. Желаю вам хорошего и счастливого дня. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok